СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР Половина 225 депутатов у нас будут избираться по единому избирательному округу, то есть по всей России будут одинаковые бюллетени. И в этих бюллетенях будут граждане голосовать за конкретную политическую партию. Вторая часть депутатов Государственной Думы, 225 человек, избираться будут по так называемым одномандатным избирательным округам. То есть вся территория России делится на примерно равные 225 территорий. Делятся они не по территории, не по площади, а по численности избирателей. Таким образом у нас в частности в Московской области образовано 11 одномандатных избирательных округов, в том числе как раз Щелковский одномандатный избирательный округ номер 127, который включает в себя помимо нашего Щелковского района еще и территорию Ногинского района, Звездный городок, городской округ Фрязино, Черноголовка городской округ, Лосино-Петровский. То есть достаточно большой куст. Также 18 сентября будет избираться и региональное законодательное собрание. Пройдут выборы депутатов в Московскую областную думу. Им также предстоит работать в течение ближайших пяти лет. Голосование тоже пройдет по смешанной системе. На Щелковский район попал такое эксклюзивное положение, что наша территория разделена между тремя одномандатными избирательными округами. Чем это вызвано? То, что большая территория, если вы помните, в Московской области отошла к Москве, так называемая Новая Москва. Из-за этого очень серьезно поменялась граница округов. И, соответственно, порезать, ну, как мы говорим, да, в кавычках, порезать всю Московскую область на районы примерно равные, не пересекая границы муниципальных образований, естественно, не получается другим образом. Таким образом, территория Щелковского района поделена на три одномандатных округа. Балашихинский одномандатный округ номер один, номер 14 Ногинский и номер 17 Пушкинский. Поделены по поселениям, то есть, в частности, Балашихинский одномандатный избирательный округ номер один, в него входят городские поселения Щелково, городское поселение Загорянский и также сельское поселение Медвежоозерское. В 14-й одномандатный округ Ногинский, которые туда от нашего района вошли, городское поселение Монина и городское поселение Свердловский. Все остальные городские и сельские округа, они соответственно отходят в Пушкинский одномандатный избирательный округ. Кроме этого, жителям центральной части Щелково предстоит сделать еще один выбор. Состоятся дополнительные выборы депутатов в городской совет по 15-му одномандатному округу. Территория 15-го одномандатного округа, она включает как раз центр города, города Щелково. Это улица Комарова, не вся там часть улицы. Это площадь Ленина, улица Шмидта, часть улицы Парковая. Более подробный список можно узнать у нас как раз в избирательной комиссии. Получить подробную информацию о предстоящем голосовании, ознакомиться с потенциальными кандидатами можно на официальных интернет-страницах избирательной комиссии района. Работа комиссии достаточно открытая. Мы очень активно используем социальные сети. У нас и создана как раз группа ВКонтакте, открытая группа. Мы уже больше месяца работаем. Практически все члены комиссии у нас прошли обучение, сдали соответствующие тесты. Центральная избирательная комиссия к этому серьезно подготовилась. Были интернет-ресурсы специально подготовлены. То есть люди уже знают о том, что будут проходить выборы. И все к этому готовятся.